Друг Белой Ярмарки, золотодобывающая компания Полюс Красноярск. На Белой Ярмарке 31 декабря мы будем работать с 23 часов до 2 ночи. В полночь на большом экране традиционное обращение президента и фейерверк. Замерзнете? Грейтесь у каминов, они будут работать так же, как и горки, елка и наши друзья в торговых домиках. Подарки начну дарить уже сегодня. Вот этот набор мы разыграем буквально через 5 минут. А сейчас на Театральной площади работает фан-зона Чемпионата России по фигурному катанию. И на месте находится наш корреспондент Полина Кольт. Полина, тебе слово. Сфотографироваться. Сегодня у нас в гостях экскурсовод музея-усадьба Юдина. Алиса Майтак. Алиса, добрый вечер. Здравствуйте. Алиса, сегодня нам бы хотелось поговорить с вами о том, как встречали Новый год в 19 веке. Скажите, чем отличался Новый год тогда празднование и сейчас? Он действительно отличался и можно сказать, что существенно. Ведь сейчас у нас грядет не один праздник, а целых два. Ведь после Нового года, сразу же практически 7 января следует Рождество. Но в 19 веке ситуация была немножко обратная. Рождество отвечалось 25 декабря и было праздником более ярким, ожидаемым и желанным, нежели Новый год. Тогда действительно готовились в основном именно к празднику Рождества Христова. И многие традиции, которые сейчас мы связываем с отмечанием именно Нового года, тогда были привязаны именно к Рождеству. Только в советское время, когда государство стало светским у нас, отменили, так сказать, религиозный подоплеку этого периода, пересмотрели вообще празднование и Нового года, и Рождества. И некоторые рождественские, всем полюбившиеся давно традиции, которые народ не хотел от себя отпускать, просто перенесли на празднование Нового года. Слушайте, ну я как понимаю, это у нас сейчас на Западе, да, тут же такая тенденция, там сильнее отмечают именно Новый год. А почему вообще у нас Новый год стал таким ярким праздником? В советское время, я уже говорила, отходили от повальной религиозности, государство становилось светским, поэтому Рождество подзаглушили, был даже период в начале 20 века, когда его просто запретили. И люди, которые хотели продолжать его праздновать, делали это в строжайшей тайне, ёлочку рубили по ночам, под покровом ночи везли её домой и украшали её, и отмечали этот праздник плотно за навешанными шторами, чтобы никто этого не видел. Но так как народ всё-таки очень стремился к этому красивейшему празднику, со временем всё-таки решили вернуть отмечания Рождества и Нового года, но сделали упор именно на Новый год всё-таки, как более светский праздник. А те традиции, наряжание ёлки, фейерверки, ярмарочные гуляния, шествия торжественные, парадные какие-то по улицам, вот то, что раньше было рождественским, сделали новогодним. То есть были они у нас всё-таки вне закона ёлки какой-то период. А вот кажется, что Дед Мороз и Снегурочка, вот эти два главных персонажа Нового года, они были с нами всегда, так это? Не совсем. Они с нами где-то с 30-х годов 20-го века, именно в России, потому как в 19-м веке этих персонажей ещё вообще даже не придумали. Был Мороз, тот самый Дед Мороз, который исключительно олицетворение зимней стихии, мороза, холода, природы, в общем. Был в Европе рождественский Дед, аналог его как раз-таки Санте-Клаус и так далее, и так далее. Многие персонажи, и вот как раз-таки в 20-м веке в связи с теми событиями, которые я описала, переход от главный праздник Рождества к главный праздник Новый год, решили немножечко менять традицию отмечания, вводить какие-то новые элементы, и сделали упорно как раз Дедушку Мороза, символ зимы, именно вот тот самый волшебный дух, который раньше был представлен в религиозной составляющей, Иисус Христос, его перенесли в сказочную составляющую Дедушка Мороз, который всех делает счастливыми, дарит подарочки. Изменилась и сама ёлка. Если раньше ёлка была символом Рождества, и её украшали колокольчиками, овечками, ангелами, младенцами, ну, младенчиками Иисуса, то есть вот эти вот религиозные рождественские игрушечки были, то в советское время тематика игрушек поменялась, стала более светской. Космонавты, помню, были на ёлках. Да, связанные с дотяжениями именно государства, то есть космонавты, когда запустили в космос ракеты, появились ракеты, спутники. Космонавты из-за развития сельского хозяйства стали появляться овощи, ягоды, фрукты и так далее, то есть немножко видоизменилось внешне. Спасибо большое, Алиса, рада вас снова видеть нас на белой ярмарке. И напоминаю, мы были с вами в сибирской сказочной деревне, и с нами была Алиса, экскурсовод музея Юдина, или как мы называем её ласковой, Юдинкой. Передаю слово студии. Спасибо огромное. Полина пролистает 6750 комментариев, делов-то сказали мне. Прямо сейчас розыгрыш. В нашей группе в Инстаграме каждый день появляется специальный пост о подарочке. Под ним нужно оставить комментарий. Сегодня их 6750. Это очень много. Сегодня на кону у нас сертификат на колбасную корзинку. Вот такой шикарный сертификат от провинции Салгон. Тапочки от салона Эвенкия. Новогодние игрушки Деко-деко. Мини-терочка Тескома. Набор полотенец от Тач-Текстиль. И шикарный рюкзак от Форвард. Ну это вот для тех, кто спортсмен по жизни, да и вообще любит вылазки на природу. Ну, задача на самом деле очень простая. Ну, изначально мне сказали. Ну, пролистай комментарий, выбери вообще какой-нибудь, который тебе понравится больше всего. Задача, соответственно, у того, кто оставил комментарий. Во-первых, сделать так, чтобы его аккаунт был открытым. Это во-первых. Во-вторых, нужно быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграме, на аккаунт Примы. Давайте я не буду тянуть резину. Возьму вот, ну, наверное, еще разочек. Вот так. Так, сейчас открываем. Это у нас студент, будущий логопед из Красноярска. Савина, нижнее подчеркивание, два раза А. Соответственно, наша задача, опять же, зайти в подписчики. Так, подожди, подписчики, подписки, да, подписки. Вечно путаю. Ну, вот, Прима здесь есть. И это прекрасно. Мы поздравляем нашу победительницу, Савину. Я, к сожалению, не знаю, как звать по имени, но очаровательная девушка. Вот давайте, давайте вот такую вот фотографию мы на экран покажем. Пусть весь Красноярск знает, как выглядит наша победительница, которая получила весь этот шикарный набор. И в очередной раз хочу передать слово моей коллеге Полине Кольц, которая сегодня дежурит на Белой. Добрый вечер в студии. Мы продолжаем вещать с Белой ярмарки. Сейчас я нахожусь на самом теплом месте, которое можно придумать на Белой ярмарке. Это территория с каминами от СГК. Еще у нас тепло бывает в квартирах, потому что этим занимается компания СГК. Рядом с нами Анастасия Дякова, заместитель директора Красноярского филиала Сибирской энергетической компании. Анастасия, добрый вечер. Опять рада видеть вас у нас на Белой. Добрый вечер. Хочу поправить сибирская генерирующая компания. Мы производим электрическую энергию и тепловую. И сейчас зимой, тем более в преддверии наступающих заморозков, обещают, что с этой ночи начнется небольшое похолодание, мы, конечно, включаемся в работу и немножко повышаем температуру теплоносителя, чтобы жители были с теплом. То есть завтра 30 градусов, нам будет всем очень тепло. Да. Вы мне сегодня рассказывали непростой лайфхак от СГК. Как можно загадать желание на Белой? От своих знакомых, от некоторых слышала, что у кого-то нет праздничного настроения. И хочу поделиться волшебным секретом. Вот если у вас нет праздничного настроения, вы себя как-то не очень хорошо чувствуете, приходите сюда на Белую, на листочки. Напишите все, что вас беспокоит, все неприятности, которые, может быть, были в этом году. И этот листочек, не дожидаясь 31 декабря, сожгите в камине. И пусть все неприятное останется в этом году. А в следующий год вы перейдете только с радостными эмоциями, с хорошим настроением. Слушай, у меня есть отличный текст сюжета. Давайте мы... Этот сюжет уже вышел в эфир, он был прекрасен. Давайте мы его сожгем, представим, что это отличные желания наши. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Мы зародились, читайте, новую традицию. Анастасия, спасибо вам большое. Мы идем дальше и рассказываем про наш замечательную Белую ярмарку. Здесь у нас работает хендмейдере. Продаются вкусные пряники и сувениры, которые вы можете приобрести здесь на Белой ярмарке. Ну и давайте посмотрим. У нас здесь есть очень классные сувениры. Вот такие вот прянички красивые, значки, украшения рождественские. Все это можете здесь приобретать у наших хендмейдеров и мастеров, которые делают это из нашего сибирского дерева, которое будет вкусно пахнуть, согревать ваших близких, если ему подарите. Также у нас здесь много вкусного, интересная сцена. Ну и давайте заденем такую щекотливую немножко тему, как сходить здесь в туалет, где его найти. Дело в том, что мы на Белой ярмарке всегда заботимся о наших гостях и ставим для них теплые говорящие туалеты. Это фишка нашей Белой ярмарки. Теплые бесплатные туалеты, антивандальные, появились на Белой ярмарке благодаря компании «Экологический сервис». Внешняя отделка дерева. Согласитесь, это очень стильно, красиво и в целом гармонирует с городской средой. Подобные туалеты у нас стали первыми за Уралом и стали очень популярны. Они бесплатные. Эти работы все провела компания «Экологический сервис». Туалеты появились у нас на набережной. Недавно они появились на набережной Правого берега и даже в Девногорске. Там есть и рукомойник, удобный туалет, пеленальный столик. Ну и, конечно, если вам будет скучно, туалет обязательно с вами поболтает и пожелает всего самого приятного. Я напоминаю, что Белая ярмарка работает каждый день. В будние дни с 5 часов мы здесь работаем, а в выходные с 12. То есть вы можете сюда приходить. У нас есть красивый каток, у нас есть длинная горка, самая длинная в городе, прекрасное настроение. И, кстати, завтра будет достаточно морозно, но мы знаем, что можно приходить сюда. Греться чаем, сбить ним, кушать вкусные шашлыки, смотреть фигурное катание, которое у нас здесь транслируется, покупать подарки близким, ну и тёплый туалет. Я вам сейчас уже сказала, не забудьте погреться у тёплых каминов. Всё, студия, передаю вам слово, а пока стою здесь, на Белой ярмарке. Полина, спасибо тебе огромное. Друзья, а ещё на Белой ярмарке работает золотой каток. Это подарок от нашего главного друга, золотодобывающей компании «Полюс Красноярск». Каток – это место для свиданий, дебюта на коньках, спонтанной семейной фотосессии или вечера с друзьями. Ну что ж, я могу себе это позволить сейчас. До Нового года остаётся меньше недели. И сегодня кому-то из вас, друзья, достанется роскошный подарок. Мы разыграем 10 призов по 100 тысяч рублей. Я теперь уже буду таким неформальным ведущим, снимаю галстук. И мы с вами 3 недели занимаемся этим по четвергам. Мы уже определили 30 счастливчиков. География городов, она сумасшедшая. Наши призёры находятся в Ангарске, в Абакане, в Вачинске. Есть даже такой город Абаза, Иркутск, Канск, Кызыл, Красноярск, Назарова, Минусинск, Сосновоборск, Тайшет, Ужур и посёлок Шушенское. Откуда наши новые победители, мы узнаем в прямом эфире. Сейчас, вот прямо перед вами, на ваших глазах. Поэтому готовьте, пожалуйста, телефон, верьте в победу и ждите моего звонка. За ходом розыгрыша сегодня следит комиссия в лице прекрасной моей соведущей Анны Романовой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Друзья, мы разыгрываем первые 100 тысяч рублей. Как вы видите, здесь у меня 5 вас с шариками и одна наполнена нашей с Анной зарплатой. А вот этот миллион, каждая пачка по 100 тысяч рублей сейчас будет разыгран. Общее количество купонов 51 784. Как вы понимаете, по нашей уже такой доброй традиции, если я отсюда достану пятёрку, здесь, соответственно, у меня может быть всё, что угодно, но либо ноль, либо один. Всё, 2, 3, 4 уже, соответственно, невозможно. Мы готовы? Мы готовы. Всё, значит, ребята, желаю всем вам удачи. Я очень надеюсь, что мы сегодня обязательно дозвонимся до кого-нибудь. И хотелось бы, чтобы с этим человеком ничего не произошло, потому что в прошлый раз мы, дозвонившись до одной из победительниц, узнали, что её машина сбила. Это было, конечно, ужасно. 100 тысяч рублей держу и достаю первую цифру. Четыре. Первая у нас четвёрочка. Дальше, 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 дальше. Дальше, пускай будет один. Следующая цифра, два. Долго тянуть время не буду. Восемь. Я уже достал, ладно, просто ваза крутилась. Три. Я, к сожалению, только на экране не вижу. Всё, вижу. 41, 283. Кто победитель? Елена Агапитова. Правильно, наверное, прочитал. Леночка, я вас поздравляю. Мы от всей души желаем вам удачи в наступающем новом году. Думайте, куда вы потратите 100 тысяч рублей. И пока наши ребята из эфирной студии пытаются до вас дозвониться, я приступаю к розыгрышу следующих. 100 тысяч рублей, опустив заранее шарики в каждую из корзин. Как люди реагируют? Вот мы звоним в эфире, да? Не все сразу понимают, что происходит. Ну, они потому что в шоке находятся. Я бы был в шоке, конечно, да, если бы мне позвонили и сказали, на тебе 100 тысяч. 5. Ага. Вот тот самый случай. Сейчас придётся попотеть. Смотри. Чувствуешь, да? Я прям умею. 51 тысяча, 784. Соответственно, отсюда 9 я уже не достану. То есть 7 – это максимальное значение, которое я достану из этой вазы. Ноль. Всё прекрасно. 7. И... Буду придерживать корзиночку нашу. 3. 5. Алло. Алло, алло, алло. Алло. Здравствуйте. Елена? Да. Здравствуйте, Елена. Вы знаете, дело в том, что мы сейчас с вами находимся в прямом эфире телеканала «Прима». Меня зовут Максим Любимов. И вы, наверное, уже, находясь в холодном поту и в полуобморочном состоянии, догадываетесь, зачем я вам позвонил? Ну, догадываюсь, наверное. Ну, и как бы и нормально, да, всё у вас в жизни вообще? Ничего не произошло такого серьёзного. Ну, подумаешь, что тысяч рублей на вас свалилось только что. Ну, это правда или розыгрыш какой-то? Это правда. Это был розыгрыш. Мы разыгрывали сейчас 100 тысяч рублей. Думали, кому бы их подарить. И вот вы появились в нашей жизни. Леночка, я вас поздравляю. Лена. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Господи, не благодарите. Я вас умоляю. Что вы чувствуете? Вы только что стали обладательницей 100 тысяч рублей. Причём 100 тысяч, которые вам вот в чистом виде достаются. Потому что организаторы акции позаботились о том, чтобы вы там сверху ничего не отдавали никому. Даже не знаю, даже прям слов нет. Ну, я примерно понимаю. Ну, вы, пожалуйста, найдите слова, которые вы скажете организаторам, когда они вам позвонят. И они свяжутся с вами. И, в общем, поздравить вам, вам вручив эти 100 тысяч рублей. Спасибо. С Новым Годом. Спасибо. Ага, до свидания. Спасибо. Нормально. Всё хорошо. Кто у меня победитель? 51073. Я же всё вытащил. Покажите имя. Покажите фамилию. Сайлык Монгуш. Я просто не знаю, где имя здесь. Наверное, Сайлык, да? Поздравляю. Поздравляю вам. Вам досталось 100 тысяч рублей. Это второй победитель только. Так, поехали дальше. Третьего. 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 Давайте определим. Цифра 5. Ребят, ну, как-то вот само так получается. Я, вот честно, ребят, ну, вы же видите, что, ну, я тут абсолютно ни при чём. Давай, давай, давай. Ну, то есть, понимаете, да, что происходит сейчас? 5, 1, 7. Это невозможно. Нет, я не могу вытащить следующую цифру, как вот там. Я не вытащу 8. Нет, я не вытащу. Нет, а может быть и вытащу. Три. Три. Фух. Выдохнули сейчас. А кто-то наоборот, да что ж такое, вдохнул. Так, 5, 1, 7, 3 и... 6. Так, это мы уже разыграли. Кто? Игорь Кузнецов. Мы вас поздравляем, Игорь. 100 тысяч рублей, заберите, пожалуйста, где, когда, вам обязательно скажут. Мы пока попробуем до вас дозвониться, а вдруг получится. Если вдруг такое случится, будем рады услышать вас, я надеюсь, радостный голос в эфире. Очень интересно реагируют люди. Я вот прям иногда поражаюсь. Мне кажется, что вот все-таки до последнего народ не особо... Ну, то есть, есть, да, вот эти, Фома не верит. Я потому что, знаешь, я читаю комментарии под розыгрышами, я вот вижу вот этих людей, которые... Ой, да что, ой, да все куплено, да там все это... Неправда, мы кому-то звоним, да? Игорю? Игорю звоним. Это все, все ерунда, все развод. Я думаю, господи, вы, ребята, в каком веке живете? Что в этом такое? Разве это плохо, когда... Алло! Слышаю. Здравствуйте, Игорь. Да. Ага, очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Максим Любимов. Мы с вами сейчас в прямом эфире телеканала Прима. Ваш голос слышит весь город. Дело в том, что буквально две минуты назад я назвал ваше имя и вашу фамилию. Вы выиграли 100 тысяч рублей. Хорошо. Что хорошо? Игорь. Что выиграл. И это все ваши эмоции? Да. Ну, вы верите в свою победу вообще? Ну, то есть вы понимаете, да, что 100 тысяч рублей вам в карман упали? Пока еще не увидел, чтобы верить. А, то есть вы не верите? Пока еще не совсем. Вы не верите? То есть мы сейчас в прямом эфире Красноярского телеканала, мы в прямом эфире телеканала Прима. На весь город говорим, что вы выиграли. Мы разговариваем с вами, и вы не верите? Ну, не совсем. До свидания, Игорь. Всего доброго. Я очень надеюсь, что скоро вы поверите в свою удачу. С ума сойти. Как? Тебе позвонили в прямом эфире. Два. Тебе сказали, родной, 100 тысяч возьми. Хорошо. Невероятно. Как такое возможно вообще? Ребята, перестаньте быть такими занудами. Верьте, верьте в чудеса, улыбайтесь. Это же большое счастье, когда вам прилетает сотка. Просто так. Четыре. С ума сойти. С ума сойти. Девять. Вот это да. Пять. Давайте миллиард разыграем. Как-нибудь. Между делом так. Вот будет, будет возможность. Разыграем. Я прям хочу. Может быть, хотя бы на миллиарды не будут реагировать. Нормально. Девять. Еще больше не поверят. Ну да. На миллиарды точно не поверят. Два. Четыре. Девять. Пять. Девять. Следующий номер победил Светлана Канн. Светлана, мы вас поздравляем. Все прекрасно. Еще 100 тысяч рублей из нашего сегодняшнего миллиона улетают одному из вас. В Красноярск или другой какой-то город, мы, к сожалению, не знаем. Сейчас посмотреть этого не можем. Это был четвертый. Ну, поехали дальше. Мы продолжаем, не останавливаемся. Редакторы пытаются созвониться. Если вдруг гудок пойдет, сразу в прямом эфире начинаем общение. Ноль. С первыми, так сказать, работаем сейчас. Оп. Пять. Девять. Пять. Ну и финалочка. Шесть. Ноль пять девять пять шесть. Кому достался этот подарок? Анна Лалитина. Анечка, и вас мы поздравляем. Шарик опускаю обратно, чтобы вопросов не было. 100 тысяч рублей. Возможно, вы нас сейчас смотрели. Возможно, смотрит кто-то из ваших друзей. Вот она. Содочка. Это вам. Как, где, все вам, все расскажу. Там же все просто. Вы же просто звоните и говорите, все, вот приезжайте, да? Люди приезжают, забирают деньги. Ну, они как-то благодарят, я не знаю. Ну, не, 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 не. А сейчас до Анны дозваниваются. Три. Пытаемся дозвониться до Анны. А вдруг, вдруг будут эмоции настоящие. Пожалуйста, Анне. Девять. Три девять. Алло. Да, я вас слышу. Здравствуйте. Анна? Да. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Максим Любимов. Мы в прямом эфире телеканала Прима. Да вы что? Да. Вы догадываетесь, зачем я вам позвоню? Я? Да. Так, и зачем? Ну, выигрыш. Какой? 100 тысяч. Серьезно, да? Да. Я вас поздравляю. Спасибо. 100 тысяч. Вы абсолютно правы. Да, мы только что определили ваше имя, вашу фамилию, ваш вот номер купона выпал в наших корзинах. И вы только что получили 100 тысяч. Кому что хотите сказать? Спасибо большое. Ну, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, крепкого, благополучия во всем. И в Новом году пускай все нички сбудутся у людей. И вам огромное спасибо, конечно же. Наконец-то. Кто-то мне спасибо сказал. Анечка, спасибо вам огромное. С наступающим Новым годом мы вас поздравляем и едем дальше. Ноль. Три, девять, ноль. Не тормозим. Три. И финалочка ноль. Покажите нам победителя или победительницу. Три, девять, ноль, три, ноль. Прям красиво все получилось. Ангелина Радюк. Ангелина, мы вас поздравляем. Это был у нас шестой, да? Победитель. Поехали. Времени мало остается. Три. Дальше. Ноль. Пять. Шесть. Три, ноль, пять, шесть. И три. Покажите нам этого счастливого человека. Владимир Муравьев, мы вас поздравляем. Сто тысяч. Заберите, пожалуйста. Опять же, как и где, вам расскажут организаторы этой раздачи подарков. Шикарных подарков. С ума сойти. С ума сойти. Четыре недели пролетели просто незаметно. Ноль. Я еще хочу. Мне понравилось. Давайте каждую неделю так делать. Владимиру дозваниваются наши редакторы. Девять. Гудки пошли. Хорошо. Семь. Да. Владимир. Да. Здравствуйте. Меня зовут Максим Любимов. Это телеканал «Прима». Беспокоит вас. Мы в прямом эфире сейчас с вами. По какому поводу? По поводу того, что однажды, совершив покупку и зарегистрировав свой чек на официальном сайте, сами знаете каком, вы вдруг внезапно, только что, стали обладателем 100 тысяч рублей. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Вот только что. Я через три минуты выйду, вы подвезете. Откуда вы? Вы освободитесь через три минуты? Или что? Ну, как выйду, выйду вот сейчас вот из квартиры, а вы подъедете, подвезете. Но я, правда, не один буду так, с тремя ребятами, потому что у меня есть шапка. Вы понимаете вообще, о чем речь идет? Последнюю шапку. Владимир, вы понимаете, о чем речь идет? 100 тысяч рублей. Вы только что. Это не шутка, это не розыгрыш. У вас есть телевизор рядом? Телевизор? Да, дома. Есть и есть. Вы можете включить телеканал Приму? Это, вы Приму включите, вы сейчас в прямом эфире. Я в прямом эфире. Мы, это не розыгрыш, это не развод. Да вот я, я и поэтому и говорю. Сейчас я включу, я был. То есть это вы нас разводите, да, сейчас? В компьютере был. Я понял, я понял. Но, ладно, хорошо, Владимир, я все, я понимаю, прошлое, вот это вот кривого зеркала все-таки сказывается на вас. Шутка, конечно, хорошая, но мы не шутим. 100 тысяч рублей мы вам подарим, подарили уже. То есть где и когда с вами свяжутся ребята из Коммодора, вам все расскажут. Три, три. Это следующая цифра. Я не знаю, что с ними делать. Ноль. Покажите мне этого счастливого человека, которому просто так досталась сотка, ну и ладно, ну и что. Ничего такого сверхъестественного не случилось в жизни этого человека. Е, значит, может быть Елена, не знаю, Петухова. Петухова. Вот есть еще вторая фамилия, Цедрик. Елена, мы вас поздравляем. Если не вертение. А, нет, Елена, сказали мне, Петухова. Еще 100 тысяч. Сколько у нас осталось победителей? Двое. Двое. Ну, друзья мои, шесть минут до конца розыгрыша. Можно помечтать. Попробую дозвониться до еще одного эмоционального зрителя. Как так? Такси, говорит, подвезете. Ноль. Не, мне показалось, что он сначала не поверил, а он поверил, оказывается. Их не понять. Невозможно. Елене звонят. Девять. Девять. Запомнили? Девять. Записали? Девять. Два. А Лена трубку не берет. Давайте еще два гудка. Три. Это один гудок. И второй гудок. Ну, нет так нет, Леночка. Но в любом случае мы вас поздравляем. Следующий победитель. Ницца. Екатерина Труфанова. Наши поздравления. Вы девятый по счету человек в этом или каком-то другом городе, который получает 100 тысяч рублей. Сейчас наши редакторы пытаются дозвониться еще до одного победителя. Ну, а мы тем временем приступаем к розыгрышу последних 100 тысяч рублей. За эти четыре недели мы отдали, ну, получается, 3 миллиона 900 тысяч. Екатерина. Это вот последняя, да? Которая только что. Ага. Давайте, давайте, давайте. Я пока буду шарики доставать, чтобы время не терять. Катя, ну возьми телефон. Даже песня такая есть. Тридцать лет назад было. Тридцать лет назад было. Пять. Возможно, Катя на белой где-нибудь? Семь. А, это невозможно. Первая цифра пять. Да. Семь невозможно. Так, я супчику уберу. Дальше поехали. Ноль. Семь. Обратно. Пять. Не берет Катя. Пять. Ну что, отличимся красивым номерочком? Тогда пять или ноль нужно? Четыре. Пять, ноль, пять, пять, четыре. И... Максим, наконец-то. Я достал, я достал прекраснейшее имя. Ой, а мы звоним тем временем Ангелине. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ангелина. Да. Меня зовут Максим. Перед тем, как я вам скажу все, что хотел сказать, позвольте задать вопрос. Вы дома? А, нет, в магазине. Хорошо. А в каком? Ой, в Енисей. Ладно, забудьте. Ангелина. Да. На самом деле, сейчас ваш голос слышит весь Красноярск. Мы сейчас с вами в прямом эфире телеканала Прима. Ой, да вы что? Да. Вы знаете, по какому поводу? Да, догадываюсь. Ну, давайте, продолжайте мысль. Ну, не знаю, наверное, денежку выиграла. Какую денежку? Вот такую денежку, Ангелина. 100 тысяч рублей. Вы одна из тех 10 счастливчиков, которая забрала у наших организаторов 100 тысяч рублей. Только что. Да, они пока еще виртуальные, то есть вы их не получили в руки. Но это ваши 100 тысяч. Куда потратите? Ой, спасибо, ура! Да куда? Ну, подарки всем купим. Скажите, неплохое подспорье, да, под Новый год? Очень-очень, спасибо огромное. Ну что, икра, икра, наконец-то, будет на вашем столе? Будет, обязательно, да. И много всего остального. И вас тоже с наступающим Новым годом. Спасибо за такой розыгрыш. Спасибо вам за то, что вы такая настоящая, одна из тех 10 человек. Я вас поздравляю. Мы поздравляем абсолютно всех победителей, естественно. Друзья, с вами в ближайшее время будут связываться, да, Анна? Да, мы свяжемся с вами в течение двух дней и объясним, как получить приз. Благодарим вас за выбор магазинов нашей компании. Желаю вам в Новом году только приятных перемен. Пусть все ваши желания непременно сбудутся, а мы сделаем все возможное, чтобы вам в наших магазинах всегда было комфортно. Каждый день здесь вас ждет большой выбор низких цен, свежие продукты, новинки и широкий ассортимент продукции местных производителей. Ну, друзья, давайте вместе поблагодарим Анну. Анечка, спасибо вам огромное за то, что вы все эти четыре недели были с нами, следили за правильностью и честностью всех розыгрышей за декабрь. Мы разыграли 4 миллиона рублей от Командора. Это не последний сюрприз от сети. В следующем году вас ждут яркие события, акции, подарки. Друзья, верьте в чудеса, они случаются. Вот так, по щелчку, раз, и случилось. И побольше вам эмоций в новом 2020 году мы с вами обязательно еще увидимся. К сожалению, не в рамках розыгрыша, но подобное, еще более крутое, да? Да, да? Ну, скажи, 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 что да, да, от Командора обязательно будет происходить с вами и с нами в прямом эфире телеканала «Прима» и в следующем году. С наступающим всех вас и доброго всем вечера! Субтитры подогнал «Симон»!